привет автолюбителям и пользователям автомобильного портала drum ru сегодня мы приехали на один из паркингов что такое паркинг когда японцы едут по скоростным дорогам куда-то за город всегда на скоростных дорогах есть такие пятачки довольно большие где есть все что угодно для водителя чтобы отдохнуть поесть и сделать перерыв по пути дальней дороге сейчас мы находимся на паркинге который называется не очень прилично по-русски по-японски он звучит и бина это один из современных паркингов на пути источник южную часть японии мы отъехали буквально 30 минут от центра токио паркинг этот большой современный при въезде на паркинг здесь стоят табло показывают где паркуются обычные машины где грузовики где автобусы и на каждой линии установлены табло где в реальном времени показывается где есть свободные места где заняты то есть не нужно кружить по паркингу по рядам и искать свободное место что же есть на современном японском парке конечно главное для водителя это туалет туалеты в японии славятся своими своей технологичностью этот конечно туалет переплюнул все остальные приходит туалет именно зону где вход мальчики и девочки установлено табло где показано в реальном времени если свободной кабинки вот или нет когда проходите дальше так как есть две большие комнаты то между ними стоит табло которое показывает где свободной кабинки и чтобы знать куда быстрее добежать японские туалеты конечно технологичные оснащены современными вошлетами с большом количестве кнопочек такое ощущение что ты не на унитазе сидишь а в какой-то ракете не готовишься к запуску вообще туалеты чистые установлены писсуары очень много цветочков вообще красиво там всегда и чист дальше для водителей установлены на улице для тех кто курит установлены отдельные курящие зоны с двух сторон парковок такие большие застекленные комнаты где можно зайти сесть на скамеечку и надымить свежим дымом дальше у нас идет зона с автоматами там можно купить как бутылочную бутылочные напитки кофе чай воду также стоят автоматы которые при вас как бы при вас готовят свежий кофе или какао и чай что вы любите сбоку установлена маленький экранчик и он показывает как внутри этого автомата происходит процесс на какой стадии то есть весь путь стаканчика внутри автомата вот того как он пустой пады наливая насыпается кофе заливается водой все остальное это показывается и в конце вы получаете горячий кофе также главная атрибутика японских паркингов это большие магазины сувениров вообще в японцев главный сувенир и это конечно же еда сладость поэтому в какой район префектура они не едут отдыхать они всегда там закупаются сладостями именно местных так как в каждом регионе в каждом районе японии и свои какие специальные уникальные сладости где которых вы не найдете в других районах и конечно же паркинг когда вы возвращаете с отдыха и забыли купить какие-нибудь сладости то на скоростной дороге вы заезжаете на паркинг и покупаете там все сладости которые продаются в этом регионе или городе после зоны сладости на этой парковке и бина большой зал ресторана ну как ресторан такой food court короче зона где можно покушать там различная японской европейская еда также есть ресторан сейчас он закрыт но через буквально час откроется там можно поесть хорошие морепродукты суши и сашими есть маленькие магазинчики с булочной продукции пекарни по-русски говоря и на улице установлены ларьки где можно поесть уже такой уличные гиды то есть такого настоящего японского фастфуда различные мясные и морепродукты такие на палочках на спашках или как они называются их жарят и едят в таком виде весь этот фастфуд очень вкусный одна одна спашка или мясная или морепродуктами стоит в районе 400 600 йен это где-то 46 долларов если вы любите поесть мясо то в принципе это уличная еда подходит вам что касается мусора то практически невозможно найти мусорную урну на улице японии но на паркинге установлены большое количество урн где разделяется мусор по видам то есть бутылки пластиковые стеклянные бутылки раздельно крупный пластик отдельно но и мелкий мусор тоже отдельно все это самостоятельно люди разделяют и выкидывают в мусор а для любителей собак живности есть специальная зона огороженная где вы можете погулять собачкой она может там побегать релакснуть после длинной дороги сделать все свои дела на этом паркинге так как сейчас век электроавтомобилей установлены 2 зарядки для электрические автомобили интересно что я сейчас прошел куча автомобилей но места для зарядки электроавтомобилей сейчас пустую видно попозже приедут электрические помимо парковок для обычных автомобилей грузовиков есть зона парковки для мотоциклистов и парковка для инвалидов и пожилых людей сегодня коротко вам рассказал про паркинги на скоростных дорогах японии как они обустроены но на сегодня все с вами выше в следующем видео всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...